Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Нефть восстанавливает некогда утерянные позиции. Покинув месячные минимумы, черное золото возвращается к уже привычному восходящему движению. Происходит это по той причине, что инвесторам вновь подарили надежду на скорейшее урегулирование проблемы перенасыщения нефтяного рынка. Представитель Кувейта в ОПЕК Наваль Аль-Фуайза отметил, что есть все признаки того, что будет подписано соглашение о заморозке добычи на встрече стран производителей. Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь с поставкой в июне торгуются по 38,73 цента за баррель, а американская нефть выросла более чем на 2,65%. Котировка нефтяной смеси марки WTI находится вблизи отметки 36,95 долларов. Изначально соглашение о заморозке добычи нефти предлагалось для того, чтобы восстановить рост цен на углеводород. В последнее время черное золото дешевело из-за опасений инвесторов о том, что странам не удастся договориться об урегулировании цены, так как Иран сообщил о том, что не собирается замедлять производство энергоресурса. Меры по предотвращению кризисной ситуации на нефтяном рынке предложила Россия, которая по-прежнему настаивает на необходимости заморозить объемы добычи углеводорода. При этом государство не планирует ограничивать добычу, ссылаясь на то, что будет использовать другие методы для ограничения производства после подписания соглашения на встрече 17 апреля. Что касается судьбы валют сырьевого блока, то нефтяные котировки поспособствовали их росту. Так, к примеру, российская валюта сегодня оказывает сопротивление доллару США. Оправившись от минимальных значений, пара американский доллар – российский рубль, как и предполагалось аналитиками, восстановилась до прогнозируемого уровня. Сегодня пара торгуется на отметке 68,68. По мнению валютных стратегов, укрепление российской валюты продолжится за счет того, что нефть продолжит дорожать. Россия планирует, что нефть вскоре может вырасти до 45-50 долларов за баррель, что поспособствует ускорению балансировки цен на нефтяном рынке. Постепенно нефтетрейдеры обращаются к покупке нефтяных фьючерсов, так как приближается дата встречи крупнейших производителей нефти. Помимо России и Венесуэлы, примут участие в обсуждении такие страны, как Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт и Арабские Эмираты. Что касается Саудовской Аравии, то ее намерения будут известны ближе к 17 апреля, когда и произойдет заседание стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Аналитики отмечают, что отказ сотрудничать и подписывать соглашение серьезно скажется на настроении инвесторов, что может привести к новому обвалу цен. Продолжение следует...